...и транспорта, так, где их нужно в какую-то руку загнать. И я здесь считаю, что должна быть, называемая, суперизация просьбы. Нужно знать о человеке, о котором будет пасти. И второй момент, потому что нужно полностью исключить дистанционно или онлайн исключение агрегатов, которые сейчас существуют в регионах и так далее. Только личная явка, да, с документами, слизистыми. Глаза-блаза, вот смотри на глаза, покажи, что кинокомок нет, и не российский покоя. Серьезно, покажи, что не кокомок нет, пожалуйста, на тебе. Я не знаю, Константин Витальевич, вот и Маркенштар не сидел, у него все дело в лагоне. Ну и что, я не могу, что в такси работаю, пока не сидел. У Хованского нет татуировок, но у него Юр Хованский блогер такой. Но сейчас его судят за упражнение терроризма. То есть у нас есть татуировки, конечно, прицепились на... В любом случае, хотя не принято произносить, но Навальный может работать в софте, когда выйдет из тюрьмы. Он не рецидивист, он никого не изнасиловал. И также огромное количество людей, которые насушили, буку, хлеба украл, или случайно что-то сделал и так далее. Речь идет, еще раз говорю, о рецидивистах. Рецидивистах. Ситуация вышла из-под контроля. Прошлый год показал, когда все эти дели на гарантии и так далее, показал, что уровень преступлений и аварий автоматичными такси увеличивается. Франции, это настолько чудовищно, и я рад, что Диптранс наконец-то сейчас вот обратил на это внимание и вышел вот с этими инициативами. Я еще раз говорю, что у меня есть большой опыт. Я после института работал на железной дороге, вот те, которые в женсках, проезжали, видели в железках. Да, да, да. И так далее. Так вот, у меня было 28 человек, из них 18 женщин, бывшие заключенные, потому что их не все не брали на работу. В пустую тюрьму только на железную дорогу же палы ворочить. Я с ними делал. Да, были люди какие-то странные, были там адекватные и так далее. Я считаю, что в любом случае рецидивисты, они должны полностью исключить их общение с народом. И то же самое вот вы правильно говорили, уважаемые ведущие, то, что сантехнист пришел, рецидивист в поколках, убийца какой-то, мне делать то не так. Ну, мне страшно, я там же обтелываюсь, прячу же в ней, в коридоре и так далее. Я о чем говорю? Это надо исключить полностью в тех... Константин Витальевич, ну, хорошо, договорились, но не совсем понятно. С рецидивистами, вот я с вами соглашусь, предположим, человек много раз нарушил закон, много раз сидел в тюрьме, но если один раз человек нарушил, отсидел, сутимость пока еще не снята, ну, собственно, почему ему нельзя, как вы сказали, за полку хлеба его посадили, ну, собственно, почему ему нельзя подработать таксистом? Ну, так это не особо тяжко и не тяжко, поэтому он будет работать в такси, и совершенно спокойно. Абсолютно, да, вы просто...